здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня я покажу вам одну очень интересную диковинку это обыкновенная ель ну наверное необыкновенная ну какие можно увидеть ели значит а диковинку я вам покажу сейчас существуют еловые ягоды и вот обратите внимание вот эти красные ягоды можно употреблять в пищу они красного цвета всем видно можно заваривать чай еловый вот так вот он они выглядят вот это ель голубая ель поэтому на наш наше обычная советская ель она имеет более мелкие ягоды вот так они выглядят это очень крупные ягоды потому что ель голубая после эти ягоды еловые появляются только весной в момент цветения значит вырастают они очень быстро держатся на дереве примерно около одной недели потом вот эти ягоды красные превращаются в пыльцу желтую и видимо опыляют то ли другие деревья то ли еще какие-то функции на себе виду несут так что если вы очутились в лесу каждый из вас может употребить их в пищу абсолютно безопасно и можно повторюсь еще раз использовать в обыкновенный чай вот обратите внимание как они выглядят они мягкие если вы хотите где-то в лесу весной находитесь можете употреблять их в пищу но сразу говорю они обычно неделю держатся потом они превращаются в пыльцу все это я могу уже съесть ну довольно таки вкус специфический эти ягоды очень крупные на обычных елях есть более мелкие ягоды в них вкус более приятный все все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот обратите внимание, вот эти вот ягоды, они уже осыпались, из них уже вышла пыльца Все, и употреблять в пищу их уже нельзя, пыльца из них уже высыпалась То есть буквально несколько дней назад ими можно было еще воспользоваться, как для заварки чая или еще что-то Но так как они уже, пыльца из них высыпалась, все, они стали сухие, ломкие и уже не представляют никакой ценности После того, как ягоды созрели, через несколько дней ягоды высыхают и превращаются в пыльцу Пыльцу разносит ветер И вот в данном случае мы видим в луже как раз-таки желтую пыльцу, еловую Многие думают, что все-таки это не пыльца, а всякие химикаты, которые выливаются через дождь Это на самом деле не так, это обыкновенная еловая пыльца, не более того Итак, прошел дождик и после дождичка мы увидели сбор вот этой пыльцы еловой, которая предстала перед нами Ель тоже может цвести и замечательно, как обыкновенный цветок пахнуть Все, спасибо за внимание, удачи, ставьте пальцы вверх Кому понравилось видео, удачи!